Друзья, сегодня хочу познакомить вас с можжевельниками, которые растут в моем саду. Сначала хотела составить топ-10 можжевельников, но когда начала снимать и считать, их количество оказалось гораздо более 20. Поэтому сегодня покажу вам некоторые из них, а более подробно остановлюсь на трех. Здравствуйте, меня зовут Светлана и вы на моем канале Соцвета Светланы. Итак, более подробно поговорим о трех можжевельниках. Первый можжевельник – Монглоу. Это можжевельник, около которого я и стою. Самый голубой из всех голубых можжевельников. Вечно зеленый, плотный кустарник. Высота взрослого растения до 5 метров. В диаметре взрослое растение имеет 1,5-2 метра. Но такая высота и ширина его – это если вы кустарник отпускаете в произвольное плавание, не стрижете и не формируете его. Родина скального можжевельника Монглоу – Северная Америка. Переводится Монглоу как «лунное сияние». Достоинствами можжевельника Монглоу является его небесный окрас, неприхотливость и морозоустойчивость. Этот можжевельник станет прекрасным дополнением вашей личной коллекции декоративных хвойных растений. Корневая система у можжевельника Монглоу поверхностная, сильно разветвленная. Хвоя густая, чешуйчатая, очень мягкая. Вы сами можете увидеть, что она такая достаточно даже визуально, не колючая выглядит. Серебристо-голубая. Ближе к зиме, вот именно сейчас, середина января, хвоя можжевельника Монглоу приобретает более интенсивную, такую вот окраску буровато-голубую. Очень любит солнце и рекомендуется высаживать ее на хорошо освещенных солнечных местах. Может, конечно, смириться и с полутенью, тогда будет цвет более зеленый. И, естественно, в полутени она будет терять, можжевельник Монглоу будет терять свое очарование. Друзья, в любое время можжевельник Монглоу не теряет своей величественной красоты и позволяет создавать изумительные ландшафтные композиции. Любит супещаные, богатые, дренированные почвы. У меня как раз почва супещаная. Прекрасно растет. Вот я стою сейчас рядом с можжевельником Скальным Монглоу. Высота его где-то, ну, наверное, 2,20. А возраст этого растения... Вот мы покупали можжевельник, я так думаю, трехлеткой. Был он высотой 60 сантиметров. И растет он у нас 3 года. Вот, представьте себе, где-то метр сорок это прирост этого можжевельника за 3 года. Я считаю, достаточно быстро. Но хочу вам сказать, у нас летом и в сезон достаточно регулярный полив. Практически каждые 2-3 дня у нас включается здесь полив. И поэтому влаги он получает достаточно. Можжевельник Скальный Монглоу. Идеальное решение для живой изгороди. Прекрасно стрижется, достаточно быстро растет. И шикарный цветовой акцент в вашем саду. В каждый период роста можжевельник Монглоу проявляет свое очарование. Глубокий голубой летом. Яркий в осеннем саду. И сизо-голубой, как будто покрытый инеем хвои зимой. Кстати, хочу сказать, зимой можжевельник Монглоу нужно обязательно связывать. Так как ветви у него широкие, раскидистые, мягкие. И снег, а в особенности ледяной дождь, могут его разломать. Всегда эффектный. И может составить компанию любому растению. Посмотрите, как потрясающе смотрится Гортензия Мэджикал Кэндл на его фоне. Изумительная композиция. Друзья, если вам нравится мое видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Возвращаю всех нас в лето, чтобы еще раз насладиться потрясающим видом можжевельника Монглоу. Действительно лунное сияние в моем саду. Следующий в моей коллекции – можжевельник Лаймглоу. Этот можжевельник имеет американское происхождение. Невысокий, стелящийся, с плотной кроной и лимонно-желтой хвоей. Это карликовый кустарник. А он именно к 15 годам достигает высоты всего лишь 40 сантиметров и диаметр 1,5-2 метра. С декоративной хвоей и некопризным нравом. Превосходно подходит для оформления альпийских горок, низких бордюров. Долго живущее, зимостойкое растение поможет укрепить склоны и придать участку неповторимый облик. Ветви растения расходятся от центра параллельно земле. Посмотрите, какая изумительная окраска. Сейчас зима и, видите, окрас стал буроватый. А если немножечко раскрыть, то все равно очень красивая, ярко-сочно-зеленая хвоя. Очень красивый можжевельник. А вот, смотрите, край уже бурый, изумительный. Друзья, можжевельник лайм-глоу имеет одни достоинства. Медленно растет, непритязателен, прекрасно стрижется, засухоустойчив. Естественно, все ярко окрашенные желтые хвойные лучше сажать на солнце, так как именно на солнце они будут проявлять интенсивность своего цвета. Его можно посадить и в полутени, но тогда окрас будет вот скорее вот такой, как внутри куста. Видите, он будет более зеленый. А именно его яркость и то, за что он ценится, желто-яркий лаймовый цвет, будет, если вы высадите его на ярком солнце. Но в полутени, естественно, желтым ярким он не будет. Легко переносит сильные ветра, засушливые периоды, яркое весеннее солнце. Этот можжевельник не выгорает, не подгорают его края, когда начинается ранняя весна. И вы знаете, что очень многие растения хвойные подвержены подгоранию. Так вот, можжевельник лайм-глоу не будет подгорать на весеннем солнце. Любит легкие дренированные почвы. Если земля у вас тяжелая, он, конечно, будет страдать. Поэтому, друзья мои, если вы хотите высадить этот можжевельник у себя на участке, и ваша почва тяжелая, вам придется в яму засыпать две части торфа, одну часть дерновой земли и одну часть промытого песка. Величина ямы, естественно, зависит от размера корневой системы. Чем больше корневая система вашего растения, которое вы хотите высадить, тем больше ямы. Друзья, я вставлю фотографии, как этот можжевельник выглядит летом. Невероятно лимонный, яркий, красивый, желтый, горящий цвет. Отличный акцент в вашем саду. Вот он у меня сейчас в этой композиции растет рядышком с елью голубой глаука. Безумно красиво смотрится летом на фоне яркого, сочного, зеленого газона. Я его подстригаю. Я не даю ему расползаться в стороны. Меня устраивает именно такая ширина и форма куста. Если вы будете подстригать его концы, то и немножечко верхушки этого можжевельника, то форму можно придать ему в виде плотной, компактной подушки. Это солнышко в вашем цветнике, солнышко в вашей хвойной композиции. Итак, друзья, можжевельник лаймглоу отлично сочетается с любыми декоративными растениями, злаками, хвойными. Рекомендую вам его для высадки в своем саду. Друзья, следующий в моей коллекции можжевельников это можжевельник горизонтальный вилтони или распростертый. Один из самых низких можжевельников. Стелящийся вечно зеленое растение родом можжевельников. Семейство кипарисовые. Сизоголубой. Очень быстро разрастается. Вот этот экземпляр я покупала вот таким небольшим растением. Сейчас, учитывая, что я его постоянно стригу, он занимает площадь где-то полтора метра в ширину и где-то метр двадцать в длину. Шикарное растение. Могу вам показать сейчас, что я совершенно спокойно, когда ухаживаю за своим цветником, хожу по нему. Смотрите, ничего абсолютно не происходит. Можно по нему топтаться. Вообще великолепное растение. Непритязательное. Этот можжевельник я рекомендую для лентяев. Он прекрасно разрастается и создает шикарную подушку над почвой. Этот можжевельник прекрасно подойдет, как почвопокровное растение, которое достаточно быстро заполонит огромные площади вашего участка. Если вам не хочется особо заморачиваться на высадку каких-то растений, хочется создать малоуходную композицию, вот именно в качестве покрытия земли, пустот в цветниках или в хвойных композициях, вам идеально подойдет этот можжевельник Вилтони. Друзья, рекомендую. Очень неприхотливый. Практически полив даже и не доходит до него. Великолепное растение, еще раз повторюсь, для ленивых, для тех, кто хочет создать красивую, вечно зеленую композицию без дополнительного ухода. Как и обещала, показываю вам еще можжевельники в моем саду. На фото слева и справа можжевельник скальный блуару с голубым окрасом хвои. По центру Вилтони зимой. А вот сейчас красавчик голубой блучип. Слева внизу можжевельник казацкий Варийгата. Справа можжевельник китайский Стрикта. Он в саду у меня есть и форма Варийгата. Друзья, я кстати проанализировала, если бы я не подрезала можжевельник Вилтони, то его размер на сегодняшний день был бы метра 3 на 4 в объеме. А растет он у меня восьмой год. Сизо-голубой зимой. Вот сейчас вставлю для сравнения два фото. Летнее и зимнее, чтобы вы увидели, насколько разной может быть хвоя в разные периоды. Вверху в Вилтони, внизу можжевельник казацкий Варийгата. Казацкий смело стригу в форме большого шара. И от него отделила укорененные отводки. Отводки укореняются за один сезон очень легко. Для этого я беру нижнюю веточку, пришпиливаю ее к земле. Место пришпиливаю, присыпаю землей. За один сезон образуются корешки. Отделяю секатором и высаживаю на новое место. Мне нравится вносить разнообразие в свои хвойные композиции. И к пестрой хвою я хорошо отношусь. Таких можжевельников в саду у меня немного, но три есть. Можжевельник казацкий Варийгата. Можжевельник китайский Стрикта Варийгата. И еще имеется один очаровательный можжевельник. Это можжевельник Андорра Компакта Варийгата. Летом розовато-фиолетовая хвоя со светло-бежевыми вкраплениями у него. Очень нежный, необычный. Хорошо стрижется. Друзья, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых видео.